Илья Фуфырин, спасибо большое за донат. Текст доната шок! Куин воруют у русских! Моисей, разве начало не похоже на шоу Мазга ООН? А ведь трек-то записан русскими раньше. Меня радует, как русские с большой буквы капслоком каждый раз. Не, не капслоком, просто с большой буквы. Ну, понятно, что это речь про... Про название исполнителя, но всё равно забавный текст получился. Жесть. Ну, сто процентов, Куин, просто слушали легенд, так сказать, то есть всемирно значимых исполнителей, которые задают тренды мировой музыки. И как бы Куин, там, лично Фредди, там, Брайан Мэй, как там звали остальных чуваков, басист, там, вот эти остальные, похуй на них. Извиняюсь. Короче, вот они, да, они подрезали. Ну, а на самом деле это... Это банальный ход, типа... Как будто вот изобрели синтезатор, и на нём изобрели звук струнных. Первое, что ты сделаешь, это... Ты такой... Прикольно! А второе, что ты сделаешь? Тун-тун-тун-тун... Такой, нихера себе! Тун-тун-тун-тун-тун-тун... То есть, я думаю, просто по одному и тому же принципу были сочнены эти петли. Сделаны из, там, первого, что показалось прикольно звучащим. Сколько еще непридуманных сказок Милых рассказов Блин, раздражает немножко, короче, в записах пожилых годов, типа именно советских, что всегда одна и та же какая-то вот частота на одних и тех же звуках часто гундит. То есть здесь... Милых рассказов... Где каждая строчка мечтой серебрится Где светлой надеждой смеются страницы Блин, я далеко. Сейчас. Милых рассказов И типа у меня такое ощущение, что я вот именно где-то вот похожий, точно прям вот похожую проблему звука в других каких-то записах слышал. Ну, периоды они как будто... Я не знаю, какой это год, но предположу, что ранние 80-е или поздние 70-е. Мне кажется, где-то так. Потом лишь награды. Грады. Чуть-чуть одну нотку наговнякал. Ну и ждал, что так совсем недолго. БТВ тоже, типа, вот почему... Там шаман, который я русский, и там максимально просто лук западный. Тут тоже русские. При этом это, ну, мега-крутые такие, как они там называются, забыл. С теляги. Экс-барабанщиком группы «Земляне» осознала. Короче, вот эти вот, видимо, «Земляне» и «Тусовка» их, они, ну, в музыке понимают достаточно хорошо. Потому что реально, типа, и «Трава у дома», она не ироничная, прям, очень такой грамотный, классный трек вообще. То есть она и записана, и композиционно. То есть, понятно, ну, как бы вот сказать, ну, правду и не обидно. Потому что я не пытаюсь это в плохом смысле сказать. Я хочу, скорее, как плюс. То есть что оно хоть и отдает, типа, нафталинычим там каким-то, да, понятно, ну, уже такое очень устаревшее вообще звучание этого всего. Ну, это прям хорошие песни в этом звучании. Это музыкально хорошо, реально. Спето, интервалы есть какие-то. Ну, типа, простовато, но на фоне группы 7B, например, это же вообще прекрасно просто, то, что мы сейчас слушаем. Или там... Ну, кроме игры самой на гитаре, понятно. Ну, блин, там... Тут и звук у гитары плоховат тоже. Ну, короче, это понятно. Какие годы, какой... Но все же факт, что говно. Ты не молчи, это все не напрасно. Сказать надо, но понятно. Не от того, что ты есть на планете. Джимми Моррисон, я... Так солнце светит. Не знаю мне насрать на него почему-то. Это Дорс, да, по-моему. Ну, типа, Райдер, Зона и Сторг, классный трек. Это все, и... Почела прикольный, спокойный голос. Плюс-минус, пох на него. Квины у землян... Ну, у сайт проекта землян, получается, это русские. Ну, какой-то 94-й, 95-й в итоге. Я сказал 80-е и 70-е. Нет, ну подожди, нет. Ну да, это 90-е должны быть какие-то. Это точно непонятно, но, короче, это 90-е. Бля, с другой стороны, да, какие русские в СССР. Ну, бля, звучат они, как будто они из 80-х СССР. Древнер, раньше Квин? Типа, да, ну подожди. Да нихуя это не раньше. Квин 91-го, эти 90-е... Какого-то... Бля, ну, перец, не Лев Уфырин меня затроллил просто, понятно все. Я сижу тут, позорюсь просто. Бля, да, это... Не знаю, Квин 91-й год. Эти челы образовались в 89-м, но альбомы первые 94-й показаны. Или как, или что? Это поет из СССР. Ну вот я о том же говорю, что это что-то не 94-й, что-то как-то. Либо я какой-то Гонева нашел, информация непонятная. Русские группы. Дискография. И вот первый альбом 94-й. Ну, могли быть синглы, типа. Короче, ладно, хрен поймешь. Я что-то даже не могу понять, какого это года все, но... Скорее всего, как раз сразу после Квин. Тут все было традиционным образом, так сказать. Русифицировано. Потому что почти вся музыка... Современная русскоязычная, она, к сожалению... Ну, у нее самобытность, это типа вот прям днем с огнем надо искать. Там что-то есть где-то, но не на поверхности. То есть это все русифицированное и обычно еще немножко хуевее сделанное, там, что-то западное. Ну, хуевее сделанное просто потому, что можно, потому что в среднем слушатели у нас и так, типа, принимают. Ну, как бы на безрыбье там сейчас. Чуть-чуть прикольно. Ну, короче, как везде, да, в России. То есть что... Вот там... Эта сфера у нас довольно пустая. Хороших музыкантов настолько мало, что в итоге не очень даже хорошие. Вот там очень востребованы. Просто те, кто более-менее грамотно как-то хоть что-то сделал. Такая херня, братаны. Какие-то люди. Продолжение следует...